Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. У евреев есть больная тема, которую они готовы обсуждать всегда. Больше всего. Евреям нужна своя земля, свое государство, земля обетованная. А кто тебе сказал, что мы будем ссориться с Черчиллем? Ну так, как насчет антисемитизма? А-а-а, напиток замечательный, приготовленный замечательными руками. Взятие Бахмута, о чем объявил Пригожин, и взрыв плотина Каховского водохранилища. Вот, первое событие произошло 20.05.2023. Складываем. 20 плюс 05 плюс 20 плюс 23 равно 68. Так же, как и в датах начала СВУ и двух мировых войн. Опять откровенная каббалистика. То есть, осуществляется каббалистическое управление, причем обеими сторонами конфликта. Возникает вопрос, откуда осуществляется управление? Ну вот, некоторое время назад президент Лукашенко сказал следующее. Одно распоряжение из США, и конфликт будет остановлен. Это означает, что обе стороны конфликта слушают команды из США. Предупреждаю, от кого попало комплименты, не принимаю. Вот что это за силы? Каббала, как известно, основа масонства. Масоны. В США, очевидно, масонское государство. Но внешнюю политику Штатов определяют, по сути дела, лишь две из большого числа масонских организаций. Так, первая имеет название «Череп и кости». Это наименее кровожадное, я бы сказал, и наиболее демократичное из тех организаций, о которых я скажу. Это своеобразное студенческое братство, которое у них растягивается на всю жизнь. Члены ее были выходцами из аристократии, протестантами англосаксонского происхождения. Но было требование, претендент должен быть лидером своего кампуса. Ограничений на национальность у них нет. Это могут быть англосаксонцы, немцы, ирландцы, шотландцы, евреи, либо люди другого происхождения. Ограничений на партийность тоже нет. Череп и кости – это кузница президентов и правительства США. И реально занимается тем, что называется реальная политика, реалполитика. Вот приведу такой пример. Члены «Черепа и костей» Джорджу Буш, младший, и Джон Кэрри дружат с семьями. Первый – республиканец, второй – демократ. Буш имеет немецкое происхождение, Кэрри – еврейское. Фамилия Кэрри вымышленная. Оба одновременно выдвигались на должность президента США. Победил, как известно, Буш. Кстати, вот половая ориентация в этом обществе также не имеет большого значения. Господа, прошу вас. Снимайте одежду. Или вы хотите, чтобы мы сами вас разделим? Но даже если президент не выпускник Ельского университета, то система сдержек и противовесов США работает таким образом, что представители «Черепа и костей» входят в правительственные органы. Вот сейчас член «Черепа и костей» Джек Салливан – советник Байдена по национальной безопасности. Его позиция по вопросу российско-украинского конфликта – миролюбивая – закончить боевые действия и приступить к регулированию конфликта. Сегодняшней правящей играхушке такая позиция не нравится. Ну, и говорят, что его могут скоро отправить в отставку. Курсы Ельского университета, как известно, оканчивал Навальный. Слушай, ты как сюда попал вообще? Честно, закончил Ель с отличием, проработал лоббистом, потому что люблю лобики. А на той неделе посидел с Джей Аром, и он сказал, что у меня крепкое рукопожатие. Слово за слово кто-то накинул мне мешок на голову, и бум! Я здесь! Боже мой! У тебя нет совершенно никакого опыта! Ха-ха! Ага! Ты обыкновенно и подпевала! Так точно! Почему он сейчас сидит, и почему не помогло влияние черепа и костей, я дам свой ответ позже. Ответ будет неочевидным. Вторая масонская организация – это Орден Сыновья Завета. Эх, ноябрит! Эх, ноябрит! Была организована в середине XIX века на обломках баварских иллюминатов, евреями немецкого происхождения. К началу XX века она стала главной масонской организацией в мире. Курируется непосредственно ротшильдами и родственными с ними семействами. Организация в основном ашкинозийская, но иногда ее очищенными становятся и сифарды, и полукровки. Имеет свою систему градусов выше 33-го. В верхах организации люди исключительно левицкого и конского происхождения. С конца XIX века и до смерти в 1920 году главой Бнайбрит, сыновей Завета, был нью-йоркский банкир Якоб Шиф. А Шиф – родственное ротшильдам семейства, тоже происхождением из Франкфурта на майне. Шиф был главным организатором русско-японской войны. В XIII году был одним из главных организаторов Федерального резерва США. И в том же году организовал так называемую антидеформационную лигу, антиклеветническую, с целью контроля над прессой. В 1914 году основал организацию Joint, которая, как известно, пыталась в 1920-х годах создать Крымскую Калифорнию. Он был одним из главных организаторов Первой мировой войны. Он конфликтовал, так же, как и главный банкир мира Эдмунд Ротшильд, с лидерами сионистской организации. Но одобрил перемещение штаб-квартиры сионистов в Лондон в 1917 году. А до революции он финансировал эсеров в России. И он объявил крестовый поход против России, которую считал антисемитской страной. Финансировал временное правительство Керенского. Одновременно финансировал Троцкого. И с помощью сыновей завета подготовил для Троцкого около 300 русскоязычных революционеров. Вот спрашивается, почему Октябрьская революция была практически бескровной. А потому, что Керенский и Троцкий финансировались из одного источника. И Керенскому было просто указано передать власть Троцкому с Лениным. Ну, Шиф, известно, также дал приказ Свердлову казнить царскую семью. Ну, ритуально была убита семья двойников Николая II. В 1920-е годы главным действующим лицом сыновей завета становится Рузвельт, который был избран президентом в 1933 году. Он с помощью банкиров осуществлял финансовую накачку Германии за счет США, а в Штатах ввел совершенно людоедские законы. Цель состояла в подготовке Второй мировой войны. Он же организовал провокацию в Пёрл-Харбор и тем самым вверг Штата в войну с Японией. А с конца 70-х годов главой сыновей завета становится Генри Киссинджер, протеже Дэвида Рокфеллера. Выходец из Германии и сын Равина. То есть он имеет левицкое происхождение. Теперь он почетный глава сыновей завета и, по-видимому, единственный в мире столетний политик. Сыновья контролируют такие организации, как ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Совет национальной безопасности, контролируют прессу, интернет через антидеформационную лигу. А также, что немаловажно, контролируют и направляют Голливуд. Мы повсюду расставили легионы пастухов. Конспирологи и эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Всё для вас! Всё ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут! В 1989 году сыновья открыли отделение в России. Теперь их несколько. А руководящие роли сыновей в России читайте в книгах Михаила Полторанина. В 1992 году Киссинджер познакомился с Путиным и разговаривал с ним на немецком. А дальше провёл его на должность президента. С Ельциным, кстати, Киссинджер встречаться не захотел. Проект Путин продолжается и после ухода настоящего Путина со сцены в 2007 году. Проект выгоден как США, так и российской элите. На первый взгляд это вообще непонятно. Безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. Киссинджер выдвигал как минимум три плана урегулирования конфликта на Украине. Причём вполне реалистичных. Песков сказал, что мы внимательно будем излучать предложение господина Киссинджера. Но на этом всё закончилось. Вот теперь об особенностях этой организации. Организация политическая, но одновременно религиозная и каббалистическая. В ней преобладают демократы. Но сам Киссинджер – республиганец. А демократ Бжезинский в своё время был главным политическим идеологом сыновей. А также главным идеологом нового мирового порядка. Организация пропагандирует настоящую мужскую дружбу. Итак, раздевайтесь. Раздеваться? Снимайте одежду. Любили такую дружбу и Фрейд, глава австрийского отделения сыновей. И сам Киссинджер. Ну, а поскольку организация каббалистическая, то в её установках работает не Тора, а Талмуд и каббалистические книги. А это означает, что библейский принцип «Око за око, зуб за зуб», он же в Риме был принципом Толеон, усыновение работает. Даже за небольшое оскорбление иудея положена смертная казнь. Причём правило распространяется даже на потомках виновного и даже на целое государство, которое притесняло евреев. А поскольку они подвергались притеснениям почти во всех белых христианских странах, то смерть положена всему белому населению. Об этом недоусмысленно заявлял в своё время Зигмунд Фрейд, а затем глава антидеформационной лиги Абби Фоксун. Речь его закончилась бурными аплодисментами. В первую очередь предполагается уничтожать белое население за счёт сокращения рождаемости, войн, ну и заселения европейских стран мигрантами с юга. Зачем англичане с американцами сравняли Дрезден с землёй в 1945 году? Ведь военной необходимости в этом совершенно не было. Ну, вопрос этот давно был исследован. Дело в том, что в Дрездене в 1882 году был проведён так называемый антисемитский конгресс. А бомбардировка была организована Рузвельтом и Черчиллем сразу после Ялтинской конференции. Это была ритуальная месть Дрезденцам. Надо сказать и о главной причине гонений на евреев в Европе и о так называемых еврейских погромах. Причина вовсе не в расставщичестве, не в жульничестве, не в захвате ими торговли. Простые евреи вообще были совершенно безвинными жертвами. Главная причина – это похищение детей и ритуальное жертвоприношение. Это на самом деле атрибут каббалистической магии, эффект, который этим занимались и, кстати, продолжают заниматься. По этому вопросу есть множество расследований. Например, такое расследование по заказу полиции провёл Владимир Иванович Дай на территориях Польши, Украины и Белоруссии. В своём расследовании он приводит порядка сотни случаев. Ну, конечно, антидеформационная лига объявила всё это клеветой, причём на весь еврейский народ, так называемым кровавым наветом. Но еврейский народ здесь совершенно ни при чём. А что такое бомбардировка Хиросимы и Нагасаки? Это месть за Пёрл-Харбор, провокацию которую, кстати, организовал сын завета Рузвельт. А что такое чернобыльская диверсия, которую до сих пор считают аварией? Это месть за так называемый антисемитизм украинцев, начиная с Богдана Хмельницкого. Об этом очень убедительно рассказывал в своих книгах Эдуард Ходес. И то, что сейчас происходит на Украине, это также в значительной степени месть. Ну и теперь мы переходим к третьей организации, которая является, можно сказать, самой каббалистической. Её название происходит от трёх верхних сефир на дереве сефирот. Хохма, бина, дает. То есть мудрость, понимание, знание. Название этой организации, наверное, все знают. Так что будем членов этой организации называть лучше не шляпами, а мудрецами по первой верхней сефире. Кстати, эти мудрецы к известным протоколам никакого отношения не имеют. Протоколы в течение нескольких десятилетий правились во французских масонских ложах. Их основой были документы баварских иллюминатов. Идеология основана на Талмуде, каббалистических книгах и книге Танья. У них работает так называемый институт цадиков, то есть религиозных авторитетов или вождей. Так вот, организация эта возникла как ответ на гонения иудеев со стороны Богдана Хмельницкого и ставила своей целью месть за эти гонения. Месть украинскому народу, а затем месть царскому правительству и русскому народу за погромы и притеснения. А при Сталине за антигосударственную деятельность руководство мудрецов во главе с Шестым Лебовичевским Рэбой было депортировано. Они осели в Польше, а дальше их переправил в Нью-Йорк адмирал Канарис, греческий еврей, по непосредственному распоряжению Гитлера. А чего спрашивается такая забота Гитлера об этих мудрецах? Дело в том, что Гитлер, правнук основателя династии Ротшильдов, Майера Амшеля. А отец Майера учился Кабале у Любавичевских хасидов и обучал этому сына. Кстати, известно письмо Гитлера к австрийским Ротшильдам о просьбе переехать в Швейцарию, что все будет сделано идеально за счет германского государства. Так и было сделано. Известная переписка Гитлера с главой династии Ротшильдов того времени Эдмундом Ротшильдом, его еще звали по-французски Эдмоном де Ротшильдом, Эдмунд Ротшильд с помощью Гитлера подготавливал Вторую мировую войну. С 1951 года организацию возглавляет уже седьмой Любавичевский ребби Менахен Мендель Шнерсон. Он умер в 1994 году еще при жизни, правда, в парализованном состоянии, был провозглашен Машахом. Штаб-квартира находится у них в Бруклине, в Нью-Йорке. Ну, об этой организации написал несколько книг Эдуард Ходос. Мне нет смысла пересказывать. Отмечу только несколько моментов. Ходос рассказывал о письме Любавичевского ребби к Кагановичу с требованием убить Сталина. Это месть за депортацию мудрецов и якобы антисемитскую политику Сталина. И Сталин таки был отравлен. О чем на основе документов рассказывал Михаил Полторанин. Сейчас мудрецы – это самая влиятельная еврейская организация в мире. Она не претендует на управление мировой политикой, как сыновья завета. Она определяет идеологию и внедрилась в управление рядом стран прежде всего США, Украины и России. Руководит мудрецами в России, на Украине и вообще во всем так называемом СНГ один человек – Берлазар, ученик 7-го Любавичевского ребби. Ставит организация своей целью воссоздания на территории Украины и счастья территории России Новой Хазари. Мы переберемся жить к вам! Готовьте хлеб-соль! Обосновалась она в СССР во времена Горбачева. В организации состоит ряд миллиардеров, в том числе украинских и российских. Самые известные представители мудрецов в США это сенаторы Альберт Гор, который был вице-президентом, и его друг Джо Либерман. Так вот, еще летом 91-го года Либерман заявил, что СССР распадется в декабре 91-го года. Так и произошло. Даже было выбрано символическое место для встречи Ельцина, Кравчука и Сушкевича – Белая Вежа. А Белая Вежа или Саркел был главным форпостом Хазарии. Сейчас Саркел на дне Цемлянского водохранилища. Членом этой организации является миллиардер Джаред Кушнер, зять Трампа. Кушнер также был советником Трампа. Мудрецом является теперешний госсекретарь Энтони Блинкен. Его позиция в отношении российско-украинского конфликта жесткая. Украина должна вести войну до полной победы, то есть фактически до последнего украинца. Мудрецы – организация, которая уважает настоящую мужскую дружбу. Это часть их ритуалов. При этом седьмой Любовичевский Рэбе призвал мудрецов иметь как можно больше детей. Подробности читайте у Ходоса. У вас, Рэбе, сколько детей? Слава Богу, 14. Но уже 7 внуков. 14. Мы все должны брать примитив. 14 детей. Спасибо. Вашей жене. Клоняйтесь. Дай Бог здоровья. Всего самого доброго. В сети в позапрошлом году выкладывались ролики из Вильямсбурга. Это Хасидского района или, если хотите, района мудрецов в Нью-Йорке. Это город в городе. Кстати, вот Вильямсбург – это просто район Бруклина. В Нью-Йорке тогда свирепствовала борьба со страшной Чупакаброй. Все позакрывалось, улицы были полупустые, ну а кто выходил, все были в наборниках. А в Вильямсбурге шла активная жизнь. Работали кафе, рестораны, школы, ну и синагоги. На улицах было полно детей, все без намордников. Передвигаются, кстати, в Вильямсбурге на мини-вэнах, микроавтобусах, ну и больших кроссоверах типа Эскалейда. Семьи там большие. Ну а вместо смартфонов у них у всех телефон-раскладушки. Равины запретили использовать смартфоны. И постановлением хасидского суда Нью-Йорка были запрещены известные медицинские процедуры для молодежи и женщин. Ну а старики, ну если очень хочется, то было сказано тогда рискуйте. Мудрецы задействованы в самых разнообразных бизнесах, в том числе в наркоторговле. Вспомните фильм «Большой куш» с Брэдом Питтом. Там хасида используется для перевозки алмазов, наркотиков, ну и других вещей, которые запрещено перевозить. Что это? Денис Фаин, а вы хотите, чтобы я снял штаны? Винни Джонс? Ладно, проходите. Дело в том, что в аэропортах предметы религиозного культа не досматриваются. Причем в этом деле мудрецы сотрудничают с ЦРУ. Мудрецов был руководитель проекта по геофизическому оружию Нафталий Берг. Его называли «Наш человек в Пентагоне». А седьмой любавический Рэб считал это оружие новым средством ведения войн. И оно сейчас вообще используется, скажем, для создания засух и пожаров по всему миру. А когда случилась диверсия на Чернобыльской АЭС, у мудрецов был праздник. Рэбе тогда ввел обряд причащения долларом со своим портретом были причащены в частности молодые Билл Гейтс и Бенемин Натаньягу, которым Рэбе пророчил пост премьер-министра Израиля. Так и случилось через много лет. А в 92-м году мудрецы ворвались в зал заседания Верховного Совета РСФСР с требованием возвратить в Нью-Йорк библиотеку Шнейрсона. И она была через какое-то время возвращена, причем лично Альберту Гору. А затем мудрецы стали обрабатывать членов правительства, новоиспеченных миллиардеров и администрацию президента. После прихода к власти Путина Берлазар стал главным раввином России по версии ФИОР, то есть это Федерация Еврейских Общин России. А Шаевич главный раввин по версии КЕРОР, то есть Конгресса еврейских религиозных организаций отходит на задний план. Но а миллиардеры, не захотевшие присягнуть Лазару, подверглись репрессиям. Это Гусинский, Смоленский и Ходорковский. Не присягнул Лазару и Березовский. Но судьба его, как известно, была гораздо хуже. Он был ритуально задушен. Лазар называл себя личным раввином Путина и Медведева, А их самих мудрецами. По-видимому, эмблема Единой России с Бафометом и перевернутой надписью Иисус появилась под влиянием мудрецов. А в начале 2000-х годов в Россию приезжает сын главы семейства Ротшильдов Эвелина до Ротшильда Дэвид и заявляет, что мудрецам в России будет оказана большая финансовая поддержка. А теперь практически все синагоги в России и на Украине под контролем мудрецов. План в кавычках президент Зеленский проводит в жизнь миллиардер и мудрец Коломойский, президент так называемого Европейского и Еврейского союза, который был создан мудрецами. Ну а что касается нашумевшего в свое время так называемого плана Шнерсона, фальшивка это или нет. Этот план в России осуществляется по пунктам, также и СВО. По плану Шнерсона Россия нападет на Украину, произойдет выдавливание из частичного уничтожения украинского населения, а далее военные действия перекинутся на приграничные с Украиной районы России и произойдет отселение уже русского населения на север. Когда писался этот план, Шнерсон был парализован, значит, это не его план, но это план мудрецов, возможно, согласованный с ЦРУ. Ну и недавние выступления раввинов от этой организации Даниэля Булочника и Менделя Кисина. А кто источник зла в этом мире с точки зрения иудаизма? Мы понимаем, что зло в этом мире это неотъемлемая часть добра. И силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего, тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так помогаем по мере сил. В иудаизме сатана это есть Бог. Зло это наша свобода воли. Свободу выбора пока не отменили. Источник зла это Бог. Не сатана. В иудаизме сатана это есть Бог. А предлагаю я, возможно, самое интересное в мире занятие участие управления и ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. То есть это не Аймант плохой Бог или хороший Бог. А мы понимаем, что все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. То, что сейчас происходит на Украине, называется время платить по счетам. И все на этой доске. Страшно. Война нормальное состояние мира. Привыкнешь. Все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. Украинцы убивают евреев уже 400 лет, с тех пор, как в Камельниках в 1648 году была уничтожена треть европейских евреев. Все есть абсолютное добро. и они проделали огромную работу, убивая евреев. На самом деле, во время Второй мировой войны они были более жестокими, чем нацисты. И так, что мы собираемся сделать сейчас, так это уничтожить их. Будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется. Все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. Время от барабана войны визжат революции и все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. В юдаизме сатана это есть Бог. Булочник и Кисин прямо заявили, что для украинцев настало время возмездия. Сначала будут уничтожены украинцы, а затем их пособники русские. Прямым текстом. Ну, а также известные выступления Игоря Беркута. Я также упоминал выход фильма Леонида Парфенова «Русские евреи», как вы помните. И многим непонятно, а в чем здесь событие. Когда евреев обижали в Российской империи, евреи собрались и уничтожили Российскую империю. Когда евреев начали обижать в СССР, евреи собрались и уничтожили СССР. Теперь о Пригожине и взятии Бахмута. По так называемому плану Шнерсона необходимо выпустить уголовников и создать хаос. Спрашивается, с какой целью за какие-то 10 квадратных километров было положено около 100 тысяч военнослужащих. Это оценка Пригожина. Возможно, меньше, но тем не менее ради чего? А что такое Бахмут? В нем были еще до революции еврейские погромы. масштабные. А во время войны массовый расстрел евреев, в котором винят не только немцев, но и украинцев. Это так называемый второй Бабий Яр. А другие города с огромными разрушениями это Мариуполь, Херсон, Николаев, частично Харьков, Одесса. По странному стечению обстоятельств это тоже места еврейских погромов. Только пострадавших в этих погромах славян почему-то оказывалось больше. Потому что против них выходило откуда-то взявшиеся вооруженные люди. Маловероятно, что все это случайное совпадение. А значит, все это акты мщения. Так же, как и в Дрездене. Теперь про разрушение плотины Каховского водохранилища. В сети был опубликован ролик, видео с камеры наблюдения. Видно, что взрывы произошли внутри плотины по большой длине, порядка двухсот метров. Это что, украинские водолазы уложили взрывчатку на такой длине? Мало вероятно. Но сообщалось еще в прошлом году, что российские войска минировали плотину. А вот ВСУ ее обстреливали хаймерсами. И взрывчатка в принципе могла сдетонировать. Зачем? Военного интереса здесь нет. А интерес в чем? Затопить территорию и таким образом зачистить ее от славянского населения. Но есть еще и ритуальный аспект. После потопа сделать армагеддон с применением тактического ядерного оружия. Ну и теперь о четвертой организации самой главной так называемых хозяевых денег во главе с Ротшильдами. Они как будто в стороне. Но именно они определяют главный вектор развития событий. Вспомните обложки журналов Экономист, где заранее были обозначены и специальные медицинские, и специальные военные операции. А главный идеолог обнуления Клаус Шваб, так он просто член семьи Ротшильдов. Ну и конечно возникает вопрос о Крыме. План на Крым был вовсе не у мудрецов, а в организации Joint при сыновьях завета. Сталин еще до войны принял решение прекратить проект Крымской Калифорнии. Необходимо под флагом борьбы с фашизмом и антисемитизмом привлечь на свою сторону американские еврейские организации, промышленников и банкиров евреев найти подход к западным евреям, их политическим влиянием и их капиталами. В 43-м году он посылает в Нью-Йорк делегацию от созданного им еврейского антифашистского комитета во главе с актером Михолсон. А что если создать подставную еврейскую организацию и назвать ее, ну, например, еврейский антигитлеровский комитет? Дело говоришь, Лавренти. Государственный еврейский театр Госсет. Его художественный руководитель Соломон Михолос. Вот кто вам нужен. Михолосу дается указание ни в коем случае не обсуждать тему Крыма, что было им выполнено. Цель поездки собрать деньги, то есть доллары, на покупку медицинских препаратов, прежде всего пенициллина, который в СССР тогда еще не производился. И это было сделано. «Надо обещать хорошую территорию, на которую у нас есть все права, но которую мы в данный момент дать не можем. Немцы взяли Крым, вот его и обещай. Вам не на помощь в войне». А теперь придумали и во всех энциклопедиях написано, что Михаилс якобы выступал за Крымскую Калифорнию и за это его Сталин убил. «Ни хрена себе». «Че там? Председатель еврейского антифашистского комитета Салам Михаилс Виволс». Откуда идет такая информация? От комиссии академика Яковлева, которая, как известно, стряпала фальшивки против Сталина. И она заявила, эта комиссия, что Михаилса с его компаньоном, театральным критиком, после посещения Минского ресторана отвезли на дачу к главе МГБ Белоруссии Цанаве. Там их раздавили автомобилем. Примерно в 11 часов вечера привезли на место вблизи гостиницы. До дачи было далеко. А дело было в сильный мороз и снегопад. А в 9 утра обнаружили трупы, занесенные снегом. Причем снег был залит кровью. То есть Михаилса с музыкальным критиком были сбиты автомобилем в условиях темноты и сильного снегопада и умерли скорее всего в результате замерзания. Так что нет никаких оснований утверждать, что Михаилса специально убили и тем более убили из-за Крыма. Так что все обвинения в адрес Михаилса также снимаются. Крым, конечно, имеет особый статус. Ведь еще в 91-м году Кравчук перевел его из статуса области в статус автономной республики. И теперь это вовсе не Крымская область в составе России, а Республика Крым. По планам, озвученным Игорем Беркутом, организацию Новой Хазарии и так называемого Небесного Иерусалима будет после сокращения украинского доселения примерно до 5 миллионов. А на это может потребоваться еще много лет боевых действий. А статус с Крыма по этому плану будет определяться позже, то есть в районе где-то 2040-х годов. Вот так. Так что вот я вам говорю сведения, которые прямо были оглашены, никакой здесь нет тайны, никакой конспирологии, все прямым текстом. И если бы об этом знали российские и украинские военные, то такой масштабной трагедии бы не случилось. Все операции готовятся тайно или полутайно. Если сейчас израильтянам об этом заявить, то они будут уезжать куда-нибудь в Европу, и тогда переселения такого не будет. Поэтому просто выжидают как говорится лучших для них времен. Когда все будет подготовлено, а когда в Израиле будет такая обстановка, что придется уезжать. Причем в Украине будет для этого все подготовлено, то есть условия там будут более благоприятные, чем в Европе. А если объявить это сейчас, то из Израиля просто поедут в Европу или в Штаты. Обстановка накаляется в течение многих лет, и конфликт с Ираном уже давно назревает. Им все время пугают этим конфликтом. Ну, разумеется, он может произойти, может произойти обострение этого конфликта с применением даже вот этих самых ракет. Но цель переселения всего Израиля речь идет об эвакуации какой-то части населения. Ну, это прежде всего, так сказать, светских людей. Израиль сохранится, никто его не собирается уничтожать и полностью переселять. Речь идет о создании нового северного большого Израиля. Причем чернозем это не главное богатство Украины. У нее огромные залежи полезных ископаемых. И вот по оценке залежи этих полезных ископаемых по своей стоимости всего лишь примерно в три раза меньше, чем у России. Представляете? То есть соизмеримое богатство. Добыча сланцевой нефти. Так что все, в принципе, там будет разделено. Украина будет раздербанена, да, ну, где-то будет благоприятное условие для жизни, ну, а где-то будет очень плохая экология. Ну, Украина большая, так что, видите, места хватит для всего. Русский мир! А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем, а мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, танцуем, веселимся и двигаем плечом. Ну, а чтобы наметить направление действий, обращайтесь к заявлению генерала Ивашова от января 22-го года. Там, в общем, все сказано и все проанализировано, все подтвердилось, все, что говорил Ивашов в январе 22-го года подтвердилось. Ну и обязательно смотрите недавние выступления Юрия Мухина. И тогда будет гораздо более понятнее, в каком направлении надо действовать. Вкраине прогресс! Соседи уши! А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем, а мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играемся с мячом. Безвременно ушедшему от нас товарищу Михоэлсу пышные похороны. Будет сделано, товарищ Сталин. Ну что же, он сам выбрал финал своей пьесы. Вот он и обрел свою землю обетованную. и о пыли. И подними к На нет и суда нет. Меняй их. На кого? Я сказал меняй. А на кого придумаем. У нас незаменимых нет.